Буквально всем домом жители вышли на оборону своего двора. Здание, которое неизвестный застройщик возводит по адресу Красноармейская 116, уже явно не напоминает в частный коттедж на одну семью, как когда-то заявляли соседям. Земельный участок принадлежит частным собственникам и предназначен для индивидуального жилищного строительства. А по закону это не больше трёх этажей. Стройка здесь началась в феврале прошлого года. Тревогу жители соседнего 118-го дома забили летом, когда застройщики стали переносить теплосети, проходящие по участку. Из теплосетей мы узнали, что тут будет 10-этажный дом со встроенным нежилыми помещениями. При том, что здесь зона не подразумевает вообще 10 этажей никак. И разрешения на строительство нет никакого, а тем не менее строительство идёт. Как уверяют жители, здесь строится дом на 72 квартиры. Вот только в департаменте строительства разрешения на стройку не давали. Да и проекта такого дома не видели. Дом явно незаконный. Сейчас строители вышли на второй этаж. Но установить стройку пока невозможно. Чтобы возвести трёхэтажку для себя, собственнику земли разрешение получать не надо. С заявлением суд не может пока выйти и прокуратура района, куда обратились самарцы. «Если будет свыше трёх этажей, мы можем говорить о том, что у нас есть сомнения в безопасности этого строительства. И соответственно, и уже администрация города, либо прокуратура, либо даже стройнадзор уже могут выходить в суд не о сносе, а о запрете строительства. И я уверен, и такое решение будет». Впрочем, незаконной стройкой дело не ограничилось. Застройщики уже начали продавать квартиры в доме, не существующем ни на деле, ни в проекте. Одна из жительниц 118 дома Евгения Михайлова даже попыталась совершить контрольную закупку нелегальной квартиры. Правда, риэлторы предложили ей стать не дольщицей, а инвестором. «Вы сначала вносите нам 500 тысяч, как инвестиция. Через полгода мы с вами перезаключаем договор, уже проводим это всё через регистрационную палату. Причём они в интернет, когда вышли с этим заявлением, что здесь строится дом, что там были цены указаны на квартиру». Квартиры в исторической части города несколько месяцев назад продавали по 43 тысячи рублей за квадратный метр. В декабре цены подняли до 57 тысяч, утверждаются о марте. При этом люди, которые станут так называемыми инвесторами строительства, даже в число обманутых дольщиков не попадут, а просто окажутся жертвами мошенничества. За помощью в непростой ситуации жители 118 дома обратились к председателю Самарской городской думы Александру Фетисову. Пока застройщиков нельзя привлечь за незаконное строительство, Александр Фетисов заявил, что направит в прокуратуру заявление по факту мошенничества. «Здесь мы видим, что не то что благо, элементарные права людей, проживающих в этом доме, они нарушены. Более того, есть признаки и мошеннических действий. Сегодня будет мною направлено в прокуратуру уже с дорожного района заявление с просьбой о проверке». Возвести многоэтажку здесь власти не дадут. Помимо того, что жители волнуются, где будут припарковывать автомобили владельцы 72 квартир, если весь двор можно измерить двумя десятками шагов, многоэтажное строительство нарушает все санитарные нормы. Старые коммуникации не выдержат такой нагрузки. И по некоторым данным, карстовые явления в этом месте делают такую стройку просто опасной. Александр Фетисов предложил участникам провести следующую встречу на площадке незаконного строительства через две недели. Марина Кравцова, Константин Головин, События.